Учрежденная в 1757 году Академия художеств обрела свое здание на университетской набережной лишь в 1788. В 19 веке для любопытствующей публики двери этого старинного учебного заведения распахивались лишь по особым случаям. И Александр Сергеевич эти случаи старался не упускать. Второй этаж Академии художеств был самым главным. Здесь располагались все основные художественные учебные мастерские. На третьем этаже жили ученики и их преподаватели. А на первом этаже располагались квартиры чиновников Академии и различные хозяйственные помещения. Зарождается традиция проведения выставок, работ студентов, выпускников, профессоров. Открываются двери для всех желающих. В 1827 году здесь публики впервые представили портрет Пушкина кисти Кипренского. Сам поэт уже воплотил, появлялся в Академии нечасто. Зато так, что свидетели-художники затем всю жизнь вспоминали его визит. Например, юный Айвазовский, узнав о приходе Пушкина на выставку, ринулся вместе с другими учениками в античную галерею. Здесь любимого поэта окружили толпой. Пушкину представили золотого медалиста Айвазовского, и он показал свои работы на экспозиции. Так Александр Сергеевич познакомился с человеком, который в будущем неоднократно изобразит его подле моря. Тот визит Пушкина в сентябре 1936 года на выставку запомнил не только Айвазовский, но и другие художники. Например, президент Академии художества Алексей Ленин познакомил поэта с скульптором Пименовым. Пушкин пожал Николаю Пименову руку, назвался братом. После чего он тут же написал стихотворение и вручил ошарашенному скульптору. И по воспоминаниям Пименов всю жизнь со слезами на глазах рассказывал об этом случае. Пушкин посещал в Академии не только выставки, но и мастерские своих друзей-художников. У Орловского, например, увидел модели памятников Кутузову и Барклаю де Толи, которые воздвигли затем у Казанского собора. До этого момента поэт не дожил несколько месяцев. Однажды Пушкин и Жуковский пришли в мастерскую Карла Брилова, и он показал им забавный рисунок – съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне. Эта акварель настолько рассмешала Александра Сергеевича, что он на коленях, хохоча до слез, выпрашивал ее у художника. Работу живописец не отдал, но пообещал нарисовать похожую. И заодно назначил дату сеанса для написания портрета поэта. Но эта последняя встреча и с Бриловым, и со старинным учебным заведением состоялась за два дня до роковой дуэли. А сложись судьба иначе, и здесь, в Академии художеств, кистью ее выдающегося воспитанника было бы создано еще одно изображение Пушкина.